Всем привет, ребята! Меня зовут Юля, и в этом видео я отвечаю на ваши вопросы. Как подписчики моего канала могут уже знать, я учусь на актрису в Америке и снимаю видосы об этом. В мне последнее время реально поступали вопросы, прямо много, и я решила ответить на все эти вопросы в видео. На данный момент я нахожусь в вокальной студии, которую можно забукать в нашем университете и порепетировать свою песню или что-то в этом роде. Я ничего не букала, я просто пришла сюда в субботу, и вроде как никто сюда больше приходить не собирается. Поэтому если меня кто-то решит выгонять от Седова, знайте, это потому что я ее не букала. Anyways. Так, а что у меня так мало зарядки? Ладно, окей. Какое ты национальности? Подождите, я сейчас подумаю... Так, подождите, я хочу... Подождите. Я хочу реально загуглить слово национальность, потому что я боюсь что-то не так сказать и кого-то обидеть, и поэтому национальность. Принадутся человек к определенной нации или к определенному национальному государству. Как я понимаю, я... Мое гражданство русское. Я родилась и выросла в России. И я не проверяла свои типа корни, но все мои как бы дальние родственники, они из Украины. Беженцы с Украиной и с двух сторон. С вами и с папиной. И, наверное, я украинка на какую-то часть, довольно на большую. Но вообще я родилась и выросла в России. Говорю на двух языках. Русский, английский, украинский. Я понимаю, но говорить на нем не могу. Вот. Есть вопрос, как тебе относятся жители Нью-Йорка, выражать ли сочувствие за случившейся войны? И еще был вопрос по поводу того, как американцы относятся к русским и так далее. Окей. Мне кажется, Америка одна из лучших стран, на мой личный взгляд, в этом плане. Американцам по барабану. Какой ты национальности, кто ты, какая там политическая ситуация в твоей стране. Они очень доброжелательно относятся ко всем мигрантам. В Нью-Йорке. Я подчеркну, в Нью-Йорке. Я не была в других штатах. Я была в Калифорнии, но я не была в других штатах. Я не знаю, как там люди относятся. Но именно в штате Нью-Йорк, в городе Нью-Йорк, люди очень положительно относятся вообще ко всем мигрантам. И Америка — это страна мигрантов, это правда. Тут очень много людей с разных стран, с разных бэкграундов и так далее. И люди ко всем относятся вообще с пониманием. И ни разу за полугодичное мое пребывание в Америке я не слышала фразу «О, ты из России». Ни разу. Мне всегда говорят «О, как круто!» «О, как круто, ты из России!» «О, как круто, там, бла-бла-бла-бла». То есть никогда я не слышала фразу «О, ты из России». Так что да, если вы переживаете по этому поводу, Америка, опять же говорю, очень доброжелательная в этом плане страна. И тут не возникает никаких проблем с этим. Кстати, хочу упомянуть. В Америке много украинцев в данный момент. И есть программа «You for You», «United for Ukraine», где украинцам дают здесь убежище, разрешение на работу и так далее. И здесь много украинцев. И вот в этом плане я не знаю, как может все сложиться и так далее. Поэтому be aware, так сказать. Как отреагировали твои родственники на то, что ты переезжаешь в Америку? Разные родственники отреагировали по-разному. Ну, мои родители отреагировали хорошо, положительно, так сказать. И меня поддержали. Я думаю, что просто с довольно ранних лет я говорила про то, что я хочу уезжать за границей, хочу жить за границей. У меня эта мысль довольно давно была. То есть это не было каким-то прям супер неожиданным. Да, это было неожиданно, но это не было так, что просто я никогда об этом не думала. И тут я уезжала. То есть я всегда это рассматривала как вариант. И я всегда это держала в голове. И я об этом говорила. Бабушка с дедушкой, несмотря на то, что они смотрят первый канал, восприняли это нормально. Единственное, самый большой вопрос был в том, что типа далеко. Моя двоюродная эстража живет во Франции. И в семье уже было вот это уезд какого-то члена семьи типа за границу. И это уже было как бы в головах людей. И поэтому мой отъезд не был чем-то прям супер неожиданным вообще. Что-то такое. Но что дальше, чем моя сестра. Вот это был типа вопрос, что что так далеко-то? То есть ну ладно, еще в Европе можно хоть как-то тут доехать. Но Америка, что это просто капец как далеко. Но так они мне ничего не говорили, что ты там едешь к врагам. Вообще такого не было. Остальные родственники тоже хорошо отреагировали. Как бы, ну то есть все поддержали. Вообще ничего такого не было, что меня там как-то не поддержали в этом плане. Вот, я знаю, что такое может происходить. И такое часто происходит. И я искренне вас поддерживаю. И желаю вам силы, если для вас это какое-то препятствие, какая-то проблема. Вот, но опять же, я всегда говорю о том, что ваша жизнь — это ваша жизнь. Вот, и вы несете ответственность за эмоции других людей. Так что, так что живите как вам хочется. Окей, один из моих самых вообще любимых вопросов. Не боитесь ли вы, что у вас не получится с актерской карьерой? Что будете делать? И что ты планируешь делать после окончания учебы в актерском? Типа сниматься в фильмах? Расскажи про это подробнее, пожалуйста. А, это один из моих самых любимых вопросов. Потому что в России, в принципе, нет такой... Как это сказать? Есть такая American Dream в Америке. Но нет такого понимания у русских людей, что можно... Блин, кто-то там ходит, меня это так смущает. Ну, вообще, актерская профессия до сих пор считается чем-то типа клоунадой или чем-то типа игрой какой-то, какой-то приколом каким-то. Это до сих пор считается эфемерная какая-то просто болтовня, какая-то хрень, короче. Это, во-первых, да. Во-вторых, Америка, да, что ты приезжаешь сюда, кому-то тут нужен и так далее. И я совместила это комбо просто, что на актрису, на такую какую-то странную профессию, вообще зачем на нее учиться, так еще и в Америку. Что за бред? Куда ты там собралась? Ну, а я хочу сказать, что на самом деле это не так. И актеры, это очень... Хорошие актеры, это очень умные люди, которые действительно просто нереальные трудогоники. Нереальные трудогоники. За спинами ваших любимых актеров стоит огромная-огромная работа. Вы не представляете-ка. Вот нужно же было прийти в соседнюю со мной студию и начать петь. Спинами актеров стоит огромная-огромная вообще работа, огромное количество вложенных сил, денег и так далее. И у тебя может быть талант от природы, но этого недостаточно. И у тебя может не быть таланта от природы, но ты можешь настолько хорошо работать, и ты можешь просто вот чисто работать, 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 и ты в какой-то момент поймешь, что ты добился какого-то результата благодаря своей работе. В этом плане я не рассматриваю варианта, что у меня не получится. Потому что я даже не понимаю, что это вообще значит. Я верю в то, что если долго мучиться, что-нибудь получится всегда. И я могу быть не самой талантливой, не самой красивой, не самой какой-то удачливой. Ну, что я знаю о себе и что я реально могу контролировать, это то, что я реальный трудоголик. Я могу работать днями и ночами, я могу работать в любых условиях, я могу работать много, долго, кропотливо, и это я могу контролировать. И поверьте мне, актерство — это тоже очень, настолько техническая, настолько работа, которую просто можно работать. И да, естественно, актеры и люди творческих профессий в 90% их времени и жизни, они нетрудоустроены, потому что от проекта к проекту, и даже самые, говорю, громкие звезды, живут от проекта к проекту. И когда-то у них есть удачливый год, когда у них проект за проектом, в следующем году мы их вообще не видим. Я не могу. Поэтому, естественно, я буду работать как актер, как актриса и еще как что-то. Я понимаю это довольно хорошо. Может быть, у меня не получится первый год, может быть, у меня не получится второй год, может быть, третий, может быть, четвертый, может быть, пятый. И я это допускаю. Но я понимаю, что если я буду работать, и если я буду прикладывать усилия, и если я буду стараться, и если я буду делать все возможное в данный момент, чтобы у меня получилось, в какой-то момент у меня получится. Вот так все просто. Но, опять же, я понимаю то, что я не стану звездой за день, я не стану звездой за год, за два, за три. Мне нужно работать, как и всем. И те, кто сейчас вот там, кого вы видите, это люди, которые работали, это люди, которые посвятили этому жизнь. Нет, понимаете, нет такой, как это сказать, золотого дня, когда вы просыпаетесь, и вы знаменитые. А вы успешны, у вас много денег. Нет. Люди работают, понимаете, для этого. Люди реально стараются, люди зарабатывают деньги, люди зарабатывают себе имя, люди терпят множество неудач, чтобы потом в какой-то момент был тот день, когда им действительно придет хороший проект. Как бы я это понимаю, я к этому готова. Что касается сниматься в фильмах. Да, я хочу сниматься и в фильмах, в сериалах. Я не хочу работать в театре. Это работа для меня, как сказать, не очень интересная. Я не очень люблю делать одно и то же изо дня в день. И в театре ты изо дня в день. Восемь дней недели. Должен делать одно и то же. Это какой-то ночной кошмар лично для меня. Я этого делать не хочу. Не хочу работать в театре. Я хочу работать именно в кино, проекты, сериалы, commercials, типа реклама. Все, что касается работы с камерой. Я думаю, это то, что мне интересно, то, что я хочу делать. Вот эта фраза, типа, куда ты там поехала в эту Америку, кому-то там нужна своим актерством. Что там нет, типа, людей. Я не понимаю, чем я хуже, чем кто-то здесь. Как бы, ну, вообще, в чем прикол? Я такой же человек. И я точно так же... У меня такой же набор всего, как и у всех остальных людей. И как бы... Может быть, я даже еще больше талантливая, чем они. А что собираешься делать после выпуска? Вопрос хороший, потому что все вопросы по мигрантству, по переезду, по документации, реально все это очень тяжело. Я сразу так говорю для тех, кто, возможно, не знает про это. Все эти визы, все это просто годовайся со всеми документами. Очень тяжело. Очень тяжело. И дело в том, что получить визу таланта, на которую я хочу подать после выпуска, тебе нужны реальные кейсы для того, чтобы подать на визу таланта, собственно говоря. И поэтому... Да. Я буду стараться, я буду делать все возможное, опять же, для того, чтобы это случилось. Подавать на грин-карту каждый год. Когда ты здесь по студенческой визе, ты можешь подать на OPT, Optional Practical Training, и в течение года работать по профессии. И я 100% буду это делать. У тебя есть разрешение на работу на один год, и потом, возможно, за этот год ты можешь найти кого-то, кто тебе поможет с рабочей визой. Процесс довольно нелегкий. Придется работать как что-то вообще не связанное с актерством. Но, как бы, такова жизнь. Как вы справляетесь с домашкой? Много ли учите, будучи студентом актерского? И какие вообще можно дать советы по изучению скрипта? Спасибо большое за внимание. Окей, спасибо за вопрос. Много ли я учу? Я думаю, что да, потому что у меня есть как минимум три предмета именно по актерству. У нас есть Contemporary Scene Study, Period Scene Study, где мы изучаем более старые пьесы, и Active Camera. И для каждого из них мне нужно учить новый сценарий. Ну, не сценарий, а сцену и слова. У меня есть еще класс по Voice Production с книжки нам нужно учить монолог. И, в общем-то, я бы сказала, что учить нужно довольно-таки много, читать нужно довольно-таки много. И в чем заключается работа актера? Это, в большей части, репетиции, 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 чтение, погружение в контекст, погружение в контекст, research. Это реальная работа типа актера. С домашкой я справляюсь очень просто. Я просто ее делаю, и я скажу так, что она мне занимает очень много, то есть я весь день на учебе, я прохожу домой, я делаю домашку. У меня сейчас суббота, я сейчас снимаю видео, работаю и домой делаю домашку. У меня ее постоянно прибавляется и прибавляется и прибавляется. И, в большей части, это какие-то письменные задания по персонажу. Например, сейчас мы проповем пьесу с 80-х, нам нужно сделать, собрать файл факты о 80-х, какой был контекст времени, как это влияет нашего персонажа, нашу сцену, как... В общем, все вот это, это и есть моя домашка. И она постоянно есть. Нет такого дня, чтобы я не делала домашку. Постоянно к завтрашнему дню нужно сдать то, к завтрашнему дню нужно сдать то. И ты сидишь и делаешь. По изучению скрипта очень хорошо помогает понять, почему ты это говоришь. Вот просто очень тупо. Ты не просто учишь слова, а ты учишь почему. то есть ты учишь логику, по которой идет этот сценарий. Почему твой персонаж говорит это, а потом он говорит это, какая там мысль идет. И когда ты это понимаешь, когда ты это перефразировал в своей голове, когда ты понимаешь, почему слова встают в таком порядке, а не в другом, и когда ты реально туда погрузился и понял вообще, почему этот персонаж говорит вот так, тогда все ложится. и у каждого персонажа, у каждого диалекта есть свой ритм. Если ты понимаешь вот этот вот ритм, в котором идет этот текст, оно само очень легко ложится. Есть запрос рассказать подробнее про работу. Я работаю как ассистент по камере, и у нас есть видеопродакшн на кампусе, и я как студент, и находясь здесь по студенческой визе как я могу работать только на кампусе. Это единственная легальная работа, которую я могу иметь в Америке, и я трудоустроена на кампусе в видеопродакшене местном. Вот сегодня, например, у ребят выступление финальное, и мы их снимаем. Я работаю как, ну, типа, оператор. Если есть у ребят какие-то классы acting for camera, я настраиваю камеру, я снимаю, я показываю плейбэк, чтобы ребята учились работать с камерой, в этом цель. Также меня ставят на смены типа посидеть в монтажке три часика и смотреть, чтобы никто не пил мачи, чай, латте. Это мои любимые смены, потому что я просто делаю домашку, и мне платят за это. Платят здесь минимум по Нью-Йорку, это 15 долларов в час, и в Америке, как правило, почасовая оплата, и она считается как почасовая или годовая, то есть тут нет месячной оплаты. Поэтому, да, я работаю, получается у меня где-то... Мне ставят смены от пяти, но вот на этой неделе у меня 14 часов работы, потому что у нас выступление, которое нужно снимать. Но так, в принципе, мне нравится работать, это легко, и это оплачиваемо, и я ставлю реально максимальный лайк этому. Озвучьте цены на обучение в Америке, пожалуйста, чтобы знать, к чему готовиться. Окей. Я как-то в каком-то видео я отвечала уже на этот вопрос, но я бы сказала, что готовиться нужно к вилке от 40 тысяч долларов до 70 тысяч долларов в год с обучением, питанием и проживанием. Обучение, если дорогое, в Америке самое дорогое, наверное, обучение, но вы можете подавать на гранты, вы можете смотреть разные стипендии, вы можете это изучать. Я рекомендую вам это делать, но в целом, да, я бы готовилась к такой вилке. Добрый день, вы учились в ГИКИТ на продюсера, почему вы решили не доучиваться там? В Ките? Короче, да, я училась в Питере в Ките, в Санкт-Петербургской государственной институт кино и телевидения на продюсера, я туда поступила в 19-м году, и я вообще не видела смысла в этом образовании, если честно. За первый год я узнала какие-то азы, и действительно, вот в плане, если вы хотите работать как продюсер, как кто-то в съемочной команде, я вам просто рекомендую с первого дня вашего обучения идти на площадку и работать. Это единственный, почти что единственный способ, как вы реально на практике научитесь работать. Окей, у вас будут лекции по продюсированию, окей, у вас будут какие-то, не знаю, знания, которые вы можете засунуть, но их так мало. Все остальное это практика. И единственное, какое вы можете набрать, это на площадке. И я не научилась, потому что я нашла работу, я уже работала по профессии, и я вообще не видела смысла в этом. Я никогда не гналась за образованием вроде корочки, оно мне не нужно было, и я просто такая, зачем я буду учиться и тратить на это время, когда меня учат какой-то просто, ну, настолько неинтересный, настолько вообще забирающий энергию, вообще, вот, учебное заведение было настолько бесполезным, забирающим энергию, просто, еще это было и платно, и я просто такая, зачем я это буду делать, если я могу этого не делать и работать. Поэтому я отчислилась. Вот так. Думаю, на этом буду заканчивать. Спасибо за ваши вопросы. Если у вас есть еще ко мне какие-то вопросы, обязательно оставляйте внизу. Я на это отвечу в следующем видео. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, на мой Инстаграм. И пока-пока.